Вчера сам лично убедился, что среди вас очень много творческих людей, у которых есть какие-то определенные творческие прослепности, в том числе и в болезни, и вообще в литературе. И вот для них, и для всех, я хочу сделать вот такое объявление. Вчера в Союзе писателей мне для распространения, скажем так, передали такую бумагу. Ивановское областное отделение Международного общественного фонда Российский фонд мира, Ивановское областное отделение Союза писателей, Департамент образования Ивановской области, Департамент внутренней политики Ивановской области и Ивановский дом национальности, администрация города Иваново, Ивановская городская дума проводят с 1 февраля, ну практически сейчас пока организационный идет, уже можно сказать, что с начала марта, вот областной поэтический конкурс самодеятельных поэтов, который будет называться «Мира и счастья тебе, любимый город Иваново», посвященный 145-летию города Иваново и 155-летию Российского фонда мира. Там будут три возрастные категории, значит, до 16 лет, до 30 лет, и наша, значит, категория после 30 лет. Так что, пожалуйста, вот, можете в Союз писателей, можете мне, и не бойтесь, смело присылайте ваши, так сказать, сочинения, стихи. Ну, вот, правильно Министерство сказал, что сегодня должна быть, вот, она позвонила, что она должна прийти, и я ее жду, мы договаривались, она даже позвонила, что она уже едет, вот, ну как приедет, значит, будет тоже участвовать. А пока я начну сегодняшнюю нашу встречу, вы знаете, что буквально через 4 дня состоится грандиозное такое практическое празднование, это будет Всемирный день поэзии, и, как всегда, по традиции, каждый год у нас в Иванове, в Союз писателей, наша Ивановская писательская организация проводит конкурс тоже самодеятельных поэтов, ну и профессиональных, и самодеятельных, стихи по кругу, он состоится 21-го числа в Доме национальности в 3 часа. Пожалуйста, приходите не только поучаствовать, а также болеть, посмотреть, интересоваться. И вот этому событию я как раз и, наверное, посвящу сегодняшнюю встречу, почитаю и вирические стихи, и свои, и любви каких-то авторов, сколько успею, и гражданскую лирику. Ну, если, значит, подойдет, вот, Агнесса, она будет тоже участвовать, но я, в случае, ее жду, она позвонила, что она лирика. Ну, начнем, наверное, следующий у нас месяц, вот сейчас идет весна, в следующий месяц апрель, вот это стихотворение, которое так называется, апрель. Апрель, колокольчик, весны, звучат глупые копеи, отбросили грустные сны, березы, осины и ели. Глядит под снежником земля, где снег давно уже растаял, покинув дальние края, летят на север птичьи стаи, лес наполнен голосами, и стуком капель о стволы, природа чудными дарами встречает праздники свои. И, кстати, должен вам сказать, что вот три дня назад в Иваново, я сам видел, полетели, наконец-то, врачи. Причем не то, что какими-то там отдельными-то север птицами, отдельными стаиками, а прямо сразу масса, и на всех деревьях сейчас, они там уже, поют, с твоей гнезда. Следующее у нас следует. Я уходил, и мой уход Угоден был дороги этой, стояли дни, начало лета, когда сирень еще цветет. Я уходил в седую дару, и шел с зави до заката, на душе была печаль. Я солнцем домом распростился, не каялся и не молился, навек покинут край родной, но в сердце боль, но в сердце след, но в песнях у меня отрада. Иду с зари и до заката, конца моей дороги нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И перелезки тихо, белая береза, вся росой омыта, распустила косы, набивают ветки песни России, где дожди нередки, где снега большие. Но весною ранней солнышко нет ярче, лето долгожданней, веселее и жарче, нет нигде на свете глубее небо, мест милее этих и вкуснее хлеба. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Благоухают розы, в рассе купая каждый лепесток, заводят песню утреннюю птицы, прохладой легкой тянет из окна, и зайчик солнечный по комнатам без лица умножусь под окон стекла. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё не осень, так едва-едва, Ещё не опыта, не мастерства. Она ещё разучивает гаммы, Не ставлены ещё вторые рамы. И до поля обувь бара за окном, Ещё монументальны, как скульптура. Ещё упруга их мускулатура, Но день-другой, и всё пойдёт на спад. Появится осенняя натура, Их предваряя в близкий листопад, Листва же слестит, как картидура. И дождь за барабанами попадет по клавишам, И вся клавиатура пойдёт плясать Под музыку дождя. Но стихнет, и немного погодя, Наклонности опасных не скрывая. Бегом, бегом, по линии трамвая Промчится рис, опавшая, открывая. Райная сальто, словно как кроват, И надпись «Осторожно, листопад». Раскачиваться будет, как навад Внезапно загудевший на пожаре. Тут мы их прямо видим, Надувая столбы огня, То листья будут сжечь, А листья будут медленно кружиться, Пока бульвар и вовсе обнажится. И мы за ними увидим в тишине Сонарик у театрального подъезда, И белый лист в вишеной стене, И в крови музыканта на афише, И ниже стоит Шопен, Сонарка номер два. Тебя живут. Тебя живут с намокшим трогой, И за дождем едва видна земля, Идем сквозь лес Избилистой тропою, Настолько двое здесь, Лишь ты и я. Возможно, где-то третий бродит Осень, шуршаясь двою И роняя капли, Она и не ответит, и не спросит, И даже нам покажется, навряд ли. Но это вот она Зажгла осины, Послала птиц в далекие края, Развесила печальные картины На грустном вернисаже октября. Да здравствует пора печальных красок, Для даже лук и мокрая погода. Это лучшее из карнавальных масок, Что примеряет матушка природы. «Лес» Ну, это вот стихотворение лучше считается В номинации лирической поэзии, Ну, я уже говорил, в конкурсе издательства «Багросогром», Такого издательства «Московского», Который выпускал книги по результатам этого конкурса, Литературной провинции. Вот по версии, значит, этого издательства, Это вот лучшее стихотворение В ангелической пейзажной велики. Лес завален палою листкою, Запахами полон до краев, Темную осеннюю водою, Белыми летеньями снов. Грусть застыла каплями на ветках, Смутно проступая сквозь туман. Лес стоит порою предрасветный, Как большой оптический обман. Там тишина такая, Даже слышно, как шурша По лесу бродит дождь, Как ласиха под сосною дышит, И в листве ворочается. Её ж опадает медленно рябина, Ягоды роняет словно кровь. Осень вторая половина, Первая поэзия любовь. Не уходи так быстро, осень, Давай с тобой поговорим, О чём-нибудь друг друга спросим, Или же просто помолчим. Ты удали мои печали, А я с тобой погрущу, Утежишь ты меня едва, На это я, на это я и не общу. Вполне достаточно того, Что ты слезинкой вождевою Стучишь в оконное стекло, Шуршишь ледеющей листвою туманом. Раны мне бинтуешь, И грустит тлеющий костёр, Холодным воздухом прочуешь, Но не вступаешь в разговор. Зимний цикл. И вновь который раз зима Сурит нам долгую разлуку И скуку, и спредвещает нам она. Сугробы наметает ветер, Заносит одинокий свет, И только тусклый звёздный свет На фоне тёмной ночи светил зима. Открой свои сугробы И равнодушные дома, Но где найти мне те слова, Облепчет душу имя. Чтобы пушистым зверем мне под ноги Бросался снег, в который раз, Не поднимая грустных глаз, Я шёл один и без дороги. Любовь твоей следы и травы, Где лето, летушка моё, Природы нежное житьё Прошелестит, что вы не правы, Но в основном не прав лишь я. Ты помоги добыть зима, Молчатся с гробы и дома, Лишь в её год нутра. Декабрь. Декабрь. Пустая улица тиха, И ночь ещё темней под фонарём. Пушистый снег так грустно серебрится, Кому-то в эту ночь не спится, Как будто вдруг остановились В холодном воздухе Родные хлопья снега, Такая грусть, Такая нега, Зимой начавшись гнетёт, А снег идёт, А снег идёт. Ох, как белы от его метели, Сугробы, Все заиндевели, И кусты Неоном синим Светят на окнах вновь. Ледовые узоры, Сугробы, Белые соборы, Один, как домский, И, Органной музыкой полна, Восходит Бледная луна, Бледу по улицам, А память, Память Меня преследует На каждом повороте. Я сомневаюсь, Что поймёте, Чего ей нужно от меня, Но вам скажу я не тая, Она так хочет Меня догнать И пару строчек Буквально Я должен написать О том, как был декабрь, Пустая улица, Тиха, И ночь ещё темней Под фонарём, А дальше Должен по-другому Совсем не себе Поведать и я Застывшей розы Красота И каплуков Затихший стук Жестокость Слова Никогда И нежность Рук При расставании, Но не хочу я вспоминать, А то вернётся Вдруг Опять Та грусть, Что пробит Между строк. Я одинок И грустно мне Глядить на окон Золотые огоньки, Где над дверями Зазвенят Весёлые звонки И возвестят, Что гости В дом Идут И где шампанского Зелёные Зумрут До мной их ждёт Меня Не ждёт Никто И Обладней Закутавшись В пальто Шарахнусь От всех Теней Бегу От памяти Своей Январь Январь Покроет синим Все окошки И я сижу За ледяным окном В моих руках Газета Рядом Кошка Да телевизор Голубым пятном Четлеет Месяц Цель пустыни Неба Иглы звёзд Холодным Серебром Им чуждо Всё земное Это небо Дрожит И хладеет За стеклом И снега Нет Один мороз Трескучий Прохожих Не ищи И не найдёшь Совсем В такую ночь Один Лишь насыпучий Лежит Не потревоженный Никем Январь 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 Прости за писанину И так же Первозданно Нежно Чист Желанный У печи Или Камина Как этот Предо мной Лежащий лист Он Не исписан Не исчерчен Бредом И он Понятен Всем И до конца Но знаки От чернил Все Кажется мне Следом Однажды Отошедшим От крыльца Куда ведут следы В пугу В порошу Но что есть снег Замёрзшая Вода Я не пойму Плохой Или Хороший Как человек Ушедший Навсегда А сейчас Значит я Представляю Микрофон И все Наши Поставки Алиси Францовый Это Своё очень удалённое Многие уже её знаете Она так сказать Известна Прежде всего И младёжной Аудитория Она Своё время была диктором На одной из Ивановских Радиостанций Занималась Общественной Деятельностью Занималась Она переводами Вот И больше всего Конечно она известна Как автор-исполнитель Как в адовских Песнях Так и романсов Вот собственно говоря Её и представим вам Спасибо Добрый день Всем собравшимся Саша Тебе тоже Добрый день Для меня Очень большая радость И честь Выступать Перед вами Дорогие Наши Ветераны И Даже если Вы не носите Такое звание Ветеран Всё равно Я считаю Что все Вы ветераны Потому что Только Благодаря Вашим Талантам Вашему Сердцу Вашему Труду Вашим Рукам Была построена Наша Вообще Замечательная Страна Которая сейчас Распалась Называется она СНГ Вот И за всё за это Что эта страна Есть и существует И построена Низкий вам поклон АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну Саша здесь читал Попробую Я так понимаю Гражданская лирика Он уже пропал Гражданская лирика Значит Я хотела бы спеть Песню на стихи Андрея Яковлевича Ишпая Очень моего Хорошего друга К сожалению Ушедшего В этом году жизни В полях Завислой сонной Лежат в земле сырой Серёжка С малой бронной Литька С маховой А где-то в любом мире Который год подряд Одни в пустой квартире Их матери не спят А где-то в любом мире Который год подряд Одни в пустой квартире Их матери не спят Свет лампы воспалённой Пылает над Москвой В окне В окне На малой бронной В окне На маховой Друзьям не встать в округе Без них идёт кино Девчонки Их подруги Все замуж Друзьям не встать в округе Без них идёт кино Девчонки Их подруги Все замуж Давно В полях Завислый сон Лежат в земле сырой Серёжка С малой бронной Литька С маховой Но помнит мир спасённый Мир вечный Мир живой Серёжку с малой бронной И Витьку с маховой Но помнит мир спасённый Мир вечный Мир живой Серёжку с малой бронной И Витьку славу Мегка, подобно пластилину, что послушен опытной руке. Как-то незаметно вечер длинный завершился ночью на реке. Тишина упала, словно камень, не оставив на воде кругов. Запрягают бархатные сани, темнота, пришедшая из снов. Звезды в глубине ее мерцают, как вода изменчивая и смутная. Только на рассвете исчезают, предвещая наступление. Утро, образ твой, я вижу каждой ночью снова постоянное мучение. Он ухом приходит, хрупок и непрочен, и рождает боль и вдохновение. Мне в воображении безумном кажется по берегу реки. Ты придешь в неярком свете лунном, и шаги неслышны и легки. Ночи ты, как две сестры родные, вместе вы приходите ко мне. Словно звезды ярко-голубые, что мерцают в темной пушине. Господи, возьми меня на небо, там, где звезды яркие горят. На земле счастья не изведал, только разве в этом виноват. Не нашел свою звезду внизу я, не нашел сквозь занятых людей. Умирает, медленно тоскуя, в череде минут, часов и дней. Я бродил по свету перегрином, и искал мечту и идеал. Был обман дожью, ложью, гримом, только поздно это номинал. Господи, возьми меня на небо, ну хоть раз ты чудо повтори. Мне не надо ни вина, ни хлеба, нужно только капельку любви. Я играю в простые слова, я играю в простые игры. Голова ты моя, голова. Ты зависишь от девочки Иры, ты зависишь от многих причин, От стечения случайных эмоций. Я живу, я иду, я один, разделенный на несколько порций. Я наскучил себе и другим, я хочу быть собой. Я пытаюсь, все ушло, улетев, словно дым. Ничего почти не осталось, не смотри на меня и не плачь. Я не дам тебе права на горе, я не ангел и не палач, Чтобы рыться во всем этом сгоре. Влетайте судьбы земли, уплывайте же души усопших. Ядовитое жало змеи на губах играет засохших. Все это очень-очень остро, односторонне, хорошо, И не почувствуешь, как остро без боли лезвие вошло. Ну вот и все, и ты не слышишь, ни марш и гром, ни звуки Лиры. Но, может быть, еще ты дышишь, все зависит от девочки Лиры. Лиры. Два стихотворения написаны три года назад в Париже. У нее в руках фиалки, кончен праздник, И она, не пугец, глядит с лыжалки, подозрительно. И вот на дворе ни ночь, ни утро, Все покрыто полумглой, Ветер гонит вдаль окурки по Парижской мостовой. Это грустный час поэта, Час, когда ослеплен он, Беспокойся он до рассвета, И растерян, и смущен. Как случилась эта встреча, Роковая, скрыла тень, Для него печальный вечер, Для нее последний день. Цветок твоей юности царствует мало, Цените мгновенье, цени, Себе прижимая букетик фиалок, Стоишь ворот сен-дени, Тебе упоительны время и место, Так будет, поверь, не всегда, И судьбы людей никому неизвестны, Нам их не узнать никогда. Ты завтра уедешь, А я улетаю, И вряд ли увидимся мы, Его позабудешь. Конечно, я знаю, Тот миг урод сен-дени. Небольшие стихотворения Своих любимых поэтов Множество затейливых игрушек, Бурадин, матрешек и петрушек, Не жалее времени и сил, Мастер легкомысленный придумал, Душу вплоть бунтующую вдумал, Каждого характер смастерил, Дергают за ниточку и сразу Бурадины произносят фразу, А матрешки пляшут и поют, Сверху рочно вкалывают, ленятся, Жрут антабус, друг матрушки женятся, А потом разводятся и пьют. Мастер, ты о будущем подумал, Что тебе труды твои сулят, В одной игрушке взгляд ухрюмый, А другая опускает взгляд, На тебя они влияют плохо, Выщеркали пошлостью твой нож, Вначале ты похож на блока, А теперь на байфон так похож, Пахнет менталем и сменой драмой, Главный буратино, еретик, Даже у игрушки самой-самой Дергается века нервный тик, На ручонках у нее экземой Проступает жизни следа, Пахнет драмой, Миндалем, Изменой, Привлижением страшного суда, Выглядит игрушка эта тика, Так и тараторит во всем прыть, Тщетно уповает Афродита, Мастера продукцию любить, Поклонился бы земным поклоном, И ножа сжимая рукоять, Стал бы он самим пикмалионом, На колени небедким встать. Мне снится, что в неком зале, Где я не бывал никогда, Играют какую-то пьесу, И я приезжаю туда, Я знаю, что скоро мой выход, И вверх по ступеням бегу, Но как называется пьеса, Я вспомнить никак не могу, Меж тем я решительно знаю, По прихоти сна моего, Что я в этой пьесе играю, Но только не помню кого, Меж тем я отчетливо помню, Я занят в одной из ролей, Но я этой роли не знаю, И роли не помню своей, Сейчас я шагну обреченно, Кулисы раздвинув рукой, Но я этой роли не знаю, И пьесы не помню такой, Там, кажется, ловят кого-то, И смута стоит на Руси, И кто-то взывает, Марина, помилуй меня и спаси, И, кажется, он самозванец, И кто-то торопит коней, Но я этой роли не знаю, И роли не помню своей, Не знаю, не слышу, не помню, Глаза никогда не видал, Но разве что в детстве когда-то Подобное что-то читал, Но разве что в давние годы, Когда еще школьником был, Учил я подобное что-то, Да вскоре, видать, позабыл, И должен я выйти на сцену, И весь этот хаос облечь, В постуки, движения и жесты, В прямую и ясную речь, Я должен на миг заиться, И сразу согну за черту, Какую-то длинную фразу, Легко подхватить на лету, И сом мы все дыме на грани, На краях отрезки пути, Где дальше идти невозможно, Но все-таки надо идти, Сейчас я шагну обреченно, Кулисы раздвинув рукой, Я не играл этой роли, И пьесы не знаю такой, Я все еще медлю и медлю, Но круглый оранжевый свет Ко мне подступает в плотную, И мне уже выхода нет. Следующую песню мне хотелось бы спеть О Севастополе, Все, конечно, в курсе событий, И написана она на стихи Севастопольской поэтессы Елены Акишиной, Музыка авторская, И я ее исполню, Просто скажу, Что там поется о графской пристани, Это главная пристань в Севастополе, И как бы не стараясь ее переименовать Супервемена, да, В другие названия, Так им название графской и осталось, И всегда говорят, И говорили после войны, Особенно встретимся на графской, И после войны часто встречались На графской ветераны. Ах, как трубач играл на графской пристани, Казалось, что взлетают ноты искренни, И волны у причалов так шептались, И в небе нотки с чайками встречались. Торжественная тумя, Ах, тумя истовая, Волону встречу леял, Фал, ну как шептал, Играл трубач на граммской пристани, Играл для уния, Для детей играл, Играл трубач на граммской пристани, Играл для уния, Для детей играл. Прошли года, и как-то не странно, Но каждый раз, когда по городу идут, Я жду всегда, Что на ступень окраска и увижу трубача на берегу. Я жду всегда, Что на ступень окраска и увижу трубача на берегу. Играл трубач на граммской пристани, Играл для уния, Играл для уния, Играл для уния, Для детей играл. Играл для уния, 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 Майский праздник, кроме салюта, детки яблони в окнах, людям радость, а кому-то снова вспомнилась война. И погибший под Берлином чей-то брат, отец и сын был единственным, любимым, на земле такой один. В битве первую Смоленска, вражей долг закрыв с собой, парень с Пиду Деренский кибель встретил, как герой. Или там, под Сталинградом, он упал в кровавый снег, нет его сегодня рядом, без него закончен век. Их самих осталось мало, кто запомнил тех солдат, как порой не доставало юным девушкам, ребят, матерям, своих сыночков. Жизнь отдавших за страну, и нельзя поставить точку, и нельзя забыть войну. Майский праздник, кроме салюта, детки яблони в окнах, людям радость, а кому-то снова вспомнилась война. Севастоп 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 Где-то дали Песню было счастье И о любви С чувствами Не справиться о век Ты будешь горд Ох, как ты мне нравишься Ой-ой-ой Ох, как ты мне нравишься Ой-ой-ой-ой Употворял Мне крови Твой Верпы слова Ох, как ты мне нравишься Ой-ой-ой-ой Ох, как ты мне нравишься Ой-ой-ой-ой Грущу заварила бы Милый тебя И юрье морожила бы Ты не пою я С чарами не справишься И ты будешь молд Ох, как ты мне нравишься Ой-ой-ой-ой Ох, как ты мне нравишься Ой-ой-ой-ой Ох, как ты мне нравишься 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 И книги Ох, как ты мне нравишься 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 Дай лада, будет тая вода, Ветер не помнит окошку, как всегда, мне тихо. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Что ты видишь из окна, крыши, крыши, что ты слышишь из окна, Ветер слышу, что ты хочешь из окна, много света. Что ты шепчешь у окна, я шепчу лето! Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Спасибо большое.